Следующая неделя, наконец-то, пленарная. Причем это предпоследняя пленарная неделя в этом году. Главным вопросом будет, конечно же, бюджет. Его депутаты обещают принять уже в следующий четверг, хотя пока не ясно, есть ли уже 226 голосов за правительственный вариант законопроекта. Если все-таки бюджет примут, то это будет, пожалуй, одно из самых заметных достижений в работе Кабмина депутатов. Обычно, а не так рано, в декабре, к бюджету не приступают, откладывая ключевые финансовые решения чуть ли не на новогоднюю ночь. И, кстати, сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман представил ключевые показатели госбюджета перед вторым чтением Верховной Ради. Это как раз тот этап, когда депутаты еще могут вносить свои поправки к документам. Итак, получится ли принять бюджет уже на следующей неделе? Давайте обсудим с самим Владимиром Гройсманом, премьер-министром на связи со студией. Здравствуйте, Владимир Борисович, спасибо, что присоединились. Скажите, уже есть 226 голосов за бюджет? На следующей неделе депутатов еще предстоит убеждать вам. Я думаю, что очень важно, чтобы мы приняли бюджет вчасно, не так, как это было в традициях под Ялинку. Сегодня мы с Делеги, с коалицией, с позакоалиційными фракциями подготовили проект для второго читания. Это проект бюджета, который влияет позитивно на развитие экономики и побудованный как раз на экономическом взрослении. Поэтому я рассчитываю на то, что народные депутаты объединятся для того, чтобы документ был принятый 7 грудня. Это важливо для страны. И далее мы уже за три недели до конца года работаем нормативную всю базу для того, чтобы сразу с 1 сечня, после свят, продолжить реализацию важных программ развития Украины. Я думаю, что вот то, что мы достаточно системно подошли до формирования бюджета, вчасного подания его в парламент, опрацювание несколько месяцев и с экспертным средствами, и с комитетами, и с фракциями, дает нам возможность объединяться 7 грудня в пленарный четверг. Ну, будем надеяться, что депутаты также оперативно сработают, хотя бы в этом году, как вы отметили. Давайте теперь об экономическом росте, о котором мы начали говорить. В проекте бюджета предусмотрен рост экономики на 3% в следующем году, правильно? Вот по вашей оценке, какие решения должны быть приняты, чтобы это ожидание стало реальностью, а в последующем экономика продолжала расти? Насправді, мы закладываем зростание на больше, чем 3% в наступном році. Мы думаем, что это, возможно, показатель увеличить. Что такое 3%? Мы производим продукцию в наступном році на 400 млрд грн больше, чем в 2017-м. Люди отримают дополнительную заработную плату еще больше 170 млрд. То есть сегодня нам нужно открыть все возможности национальной экономики. И рост может быть, я глубоко все мы уверены, 5-7 и больше. Вы правильно сказали, что нужно принимать необходимые решения. Для того, чтобы было срастание, должны быть инвестиции в страну. И тут есть несколько важных условий, в том числе и создание належных условий для ведения бизнеса в стране. Сегодня президент подписал закон, который мы подготовили и презентировали его в парламенте – маски шоу-стоп. Это закон, который даст возможность как-то изменить климат и обеспеченность правоохранной системы по отношению к бизнесу. Далее. Разумная регуляция. Ничего не нужно стримать тех, кто создает рабочие места, кто создает новые предприятия. Наступная позиция – это открытие возможности приватизации. То есть нужно сделать так, чтобы те предприятия, которые неэффективно используются государством, которые неэффективно работают на экономике, нашли своего собственника, который может конкурентно открыть это майно, создать новые рабочие места, модернизировать экономику. Далее. Створить нужно в стране индустриальный парк. И мы рассчитываем на принятие решений. Мы принимаем общие решения, до речи, Блок Петра Порошенко, Народный фронт, Радикальная фракция, Олега Ляшко, подключаются другие фракции, чтобы сделать рассрочение на ввезение нового обладнания для производства страны. Это все те инвестиции, которые могут дать возможность до увеличенного экономического возрастания. Это наша мета. И мы, по большому счету, можем ее досягти. Когда мы слышим про международную поддержку Украины, это хорошо. Но я наголошу на том, что нужно перестать думать о том, что нужно ходить с протянутой рукой по свете. Нужно выработать национальный продукт, открыть потенциал национальной экономики, а он просто колоссальный. Я глубоко уверен в том, что в среднестраковой перспективе, при правильных решениях, украинцы будут жить достойно, и в нашей стране будет абсолютно новая качество жизни. Ну, украинцы хотят жить достойно, хотят жить, конечно, побыстрее достойно. Вот давайте сейчас поговорим о тех, кто хочет вот эти 3% экономического роста ощутить в своем кармане. Вот правительство старается повышать социальные выплаты, но все равно уровень зарплат, пенсий, он остается низким. Если говорить о бюджете 2018, для кого в этом документе заложили повышение выплат? Вы правильно сказали, что люди хотят жить лучше. И больше того, люди достойны того, чтобы перестать жить в тих условиях, в которых живут уже больше 10-ти лет. Я не помню таких роков, которые могли бы сказать, что они были успешными. В точке зрения доходов украинских граждан. Вы знаете, что для нашего уряда является принципово важным увеличивать социальные стандарты. Конечно, не все зависит от нас, что мы можем одним моментом это сделать. Я про это говорил неоднократно. Наше завдальное было ¡ هو防opic экономичное падение! Мы теперьgettали! Наше завдальное было ¡ mans difference whatever you make! Мы уобеспублили экономичное зарпадание! Наше завдальное в том, чтобы все то, что работает национальная экономика, инвестировая в увеличение жестouts жизни людей, в том числе их доходов. Так вы знаете, что с 1 сечня 2017 года мы сделали очень серьезный крок, масштабный, за что мы не критиковали ни одноразово. Мы с 1450 на 1 грудня минимальную заработную плату сделали 3200. В этом бюджете мы уже закладываем 3723 гривни. Мы далее будем монетировать ситуацию по реальному стану справ в экономике. И если будет возможность еще повышать, мы обязательно это сделаем. Это очень важно. Мы провели пенсионную реформу. Уже 4 миллиона людей получили увеличенную пенсию. Но еще есть те, кто имеет большой стаж и имеют еще небольшие пенсии. И получили в этом, потому что есть небольшой стаж, меньше заплаты. Но я наголошу на том, что это не конец пенсионной реформы, а только начаток. Начаток увеличенных виплат украинским пенсионерам. И я не успокоюсь до тех пор, пока мы не увеличиваем пенсии абсолютно для всех. Для всех 12 миллионов. Поэтому здесь нам тоже нужно впливать на развитие национальной экономики. Экономика развивается. Бюджет наповнюется. Все, что мы наповнимо, мы передаем людям в виде пенсии, заработных плат. Мы увеличиваем заработную плату еще на 25% в этом году. Для бюджетной сферы, для обеспечения, охраны здоровья тоже будет соответствующим повышение. Мы начинаем реформу охраны здоровья. Можливо, много кто хочет лякать этим. Но мета реформы только един. Мы будем делать качественные лякувальные услуги. Дать належный лекарю с точки зрения его зарплаты. И обеспечить для украинцев гарантии медичного обеспечения. Мы будем масштабно строить дороги. Мы фактически, ну, майже вдвече, увеличиваем финансирование украинских дорог. Мы побачим с вами и будем співпричетны все, я говорю в широком смысле, про всех украинцев, которые работают на развитии национальной экономики. Зрастание будет, но нам нужно, вот у нас была осень реформ, что мы ухвалили ряд решений. Сейчас нам нужно, чтобы у нас была весна реформ. И эти реформы должны быть экономичными. И я глубоко уверен, что там нет сложных решений. Там есть решения, которые потребуют политической воли и профессионального подхода. Хочу подкреслить, что и профессиональный подход у нас есть, и с политической волей тоже все нормально. Тому я верю в великое, качественное сегодня и в будущем украинских граждан, и в том числе нашу державу. Понятно. Спасибо вам за то, что нашли время и пообщались с нами, Владимир Борисович. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отвечал на мои вопросы.